В день физкультурника двор 21-й школы превратился в импровизированный стадион. Поучаствовать в мастер-классе по боксу, потягать гирю и пробежать 60-метровку собрались более 200 человек. На спортивном празднике ждут и тех, кто желает сдать нормы ГТО. Испытания здесь несложные, здесь упражнения на пресс, отжимания. Это праздник, это специально подобрали такие тесты, чтобы у людей было просто хорошее настроение и заодно себя проверили немножко. Праздник спорта в Куйбышском районе проводится каждый год. Вот сегодня в соревнованиях участвует около десятка команд. Гости ждут самого зрелищного футбольного матча. Последние года четыре постоянно бьются за первое место КМПЗ и МЧС. Поэтому действительно хороший праздник, плюс повезло с погодой. Дождик прошел сейчас нормально, 23 градуса, как раз температура для занятия спортом. Конечно, победителей ждет награда, но самое главное в этом мероприятии, это активная часть, это пропаганда здорового образа жизни. Потому что спорт несет не только выносливостерпение, но и красоту с собой, и мир. В следующем году День физкультурника в Куйбышевском районе намерены провести на обновленном стадионе «Нефтяник». Открыть его после ремонта планируют этой осенью. Алина Чемерес, Василий Калдашов. События. Показательные выступления и спортивные площадки День физкультурника районного масштаба собрал на первой очереди набережной сотни жителей Ленинского района. Все, кто за здоровый образ жизни приняли участие в спортивном празднике. Свои выступления показали спортсмены из секции кудо, вольфа, спортивной и художественной гимнастики, пляжного волейбола и других видов спорта. Это помогает приобщать людей к спорту, именно детей. Начинают, мне кажется, благодаря таким праздникам дети могут записываться в разнообразные секции. Для тех, кто еще не сделал выбор, в какую секцию отдать своего ребенка, были открыты информационные площадки, на которых можно было ознакомиться с их работой. Очень отрадно то, что вот на этой прекрасной набережной, которая у нас теперь есть, уже обновленная, так сказать, что не видно пива, сигарет, а видно, гоньки, доски, люди в плавках купаются, хорошая музыка. Это радует. Это говорит о том, что это тренд на здоровый образ жизни, на занятия спортом. Администрация Ленинского района организовала также соревнования для всех желающих. Победителям и призерам вручены награды. И особое внимание было к площадке ГТО. В День физкультурника была возможность попытаться сдать тормотивы. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Самаре спортивной столицей быть. Флаг с такой надписью отправляется в небо. Так начинается праздник физкультуры в Октябрьском районе. Пока юных самарцев развлекают аниматоры и творческие коллективы, для взрослых работает свыше десятка площадок. Одна из самых популярных, посвященная грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу. Это тактическая борьба, нужно много думать головой, много видов техник знать. То есть, если сложить все виды борьбы, то бразильскому джиу-джитсу видов техник больше. Идут на площадку люди, которые духом патриотизма заряжены, здоровый образ жизни. Фехтование, настольные игры, шахматы, скандинавская ходьба – главной площадкой на Дне физкультурника в Октябрьском районе стал сквер на проспекте Ленина. Но соревнования и спортивные мастер-классы проходили во многих уголках района. Сегодня школьные дворы тоже предоставлены спортсменам. И там, где у нас есть спортивные площадки во дворах, а у нас таких площадок уже практически в каждом третьем дворе, если жители сорганизовались, если старшие по домам и управляющие микрорайоном приняли решение сделать праздник, он и там будет. Гостями спортивного праздника в Октябрьском районе стали около 4 тысяч человек. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.